Всем привет! Меня зовут Дарья, и это видео о моих старых рисунках. Такое видео уже было на моем канале, и, по-моему, их было даже два или три. Одно из них я скрыла, не помню по какой причине, там что-то технически было не так, то ли звук, то ли свет. В общем, я решила повторить это видео. Думаю, новым подписчикам это будет интересно. К сожалению, я не помню, когда точно рисовались эти работы, но я примерно постаралась разложить их от самых старых к самым новым. Относительно новым, потому что тут все работы старые. Я рисовала их примерно в свои 13-15-16 лет, то есть в подростковом возрасте. Начнем, пожалуй, с одной из самых старых работ, из всех которых мне удалось найти, и это работа пастелью. Рисовала ее, наверное, классе так в 7-8. Это были мои первые попытки порисовать сухой пастелью. Она уже вся такая испачканная, затертая, потому что я никак не закрепляла эту пастель. А пастель вообще должна храниться, конечно же, под стеклом. Но она у меня просто где-то валялась, поэтому она подосыпалась кое-где. По-моему, это портрет Хелены Бодем Картера. Опять же, я ее тогда очень часто рисовала. По-моему, тут еще будет ее портрет или не будет, я уже точно не помню. В общем, кумир моих школьных лет, очень она мне нравилась, и я все время пыталась ее нарисовать. Ну, что могу сказать? Не особо похоже, а зато у меня тут уже были какие-то эксперименты со светотенью. Тут даже какие-то у меня полутени пошли. Я явно постаралась. Еще одна работа тех времен, и вы увидите еще много в дальнейшем работ в такой же стилистике, в такой же технике. Мне тогда очень нравилось работать именно с такими материалами, а именно тонкий лисировочный слой акварели и сверху всякие декоративные элементы просто шариковыми или же гелевыми ручками. Я прям обожала всю вот эту вот штриховку, рисовалась это все очень быстро. К тому же, вы знаете, я фанат смешанных техник, и я, в принципе, практически всегда смешиваю разные материалы. В общем, мне очень нравилось, и вот подобных работ очень много у меня было на тот момент. Это портрет девочки, с которой я общалась на тот момент. Она очень просила нарисовать ее портрет, и я нарисовала, но так и не отдала. Мне было стыдно его показывать, потому что он казался мне очень и очень неудачным. Хотя сейчас я смотрю, и, в принципе, сходство есть. Но техника, конечно, сами понимаете, да? Ну, мягко говоря, не очень. Но он мне, в общем, тогда оказался капец каким ужасным. Я такая думаю, да ну, господи, стыдоба. Скажу, что ничего не нарисовала. Вот, как бы, вот он до сих пор у меня лежит. А мог бы быть подарен этой девочке, но, к сожалению, не сложилось. Вот это, наверное, одна из самых-самых старинных работ из всех присутствующих здесь. А это, наверное, еще класс седьмой. И, как бы, гуашь, да, гуашь. Гляньте на эти женские прелести, на эти ключицы. Я только тогда узнала, что у людей есть ключицы, и мне нужно было срочно везде их нарисовать. В общем, да, такая вот гуашь от Дарьи в семикласснице. Кстати, хотела бы напомнить вам о том, что магазинчик с мерчом-то пополняется. Классных, блескучих сережек все больше и больше. Сейчас, мне кажется, самое время для того, чтобы продумывать подарочки для своих родных. И для себя в том числе можно, знаете, так аккуратненько пост кому-нибудь прислать и так эти подмигнуть. Ну, вы знаете, вы знаете, чего я хочу. Снова повторюсь о том, что если у вас аллергия на бижутерию, не переживайте, в наличии есть швензы с посеребрением. Доставка по всему миру. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, заходите в профиль. Ссылка будет в самом верхней, внизу в описании и в прикрепленном комментарии тоже. Не стесняйтесь, пишите мне прямо в директ, задавайте свои вопросы. Я отвечаю всем, и я вам расскажу прямо все-все-все. И про отправку, и про размер украшения, и про швензы, и про все. В общем, не стесняйтесь и спрашивайте. Ссылочка в описании. Глядя на некоторые работы, конечно, чувствуешься таким старым. Хочется сказать, когда-то давно была такая группа, было очень модно. В общем, да, Йолэнди, Йоланди, как хотите. Думаю, многие помнят. Это, по-моему, даже не единственный портрет. Где-то был еще, если я не ошибаюсь. В общем, абсолютно та же техника. Акварель и сверху черная шариковая ручка. Тут мне показалось, что как-то это слишком просто и плоско получается. И я стала добавлять к акварели и к шариковым ручкам еще и цветные карандаши. И изображение стало объемнее. Когда-то мне этот портрет просто казался верхом шедевров. И я была очень довольна этой работой. Я прямо помню, что мне казалось все. Лучше уже не будет просто никогда. Я достигла своего высшего уровня мастерства. Можно все. Можно завязывать. Далее, монахиня в красном. Как вам такой БДСМчик? Это вот тоже примерно в это время нарисовано. Это где-то мне 15 лет. То есть, конец девятого класса. Начало первого курса колледжа. И тут еще какая-то вот странная третья тетя с какой-то сахарной ватой на голове. В общем, это такое трио. Сразу видно, что они примерно в одно время были нарисованы. И вот это, мне кажется, самое неудачное из всех. Потому что какая-то она очень графичная получилась. Из-за вот этих вот черных подчеркиваний странных. Не знаю. В общем, она мне меньше всего нравится. И все еще из этих трех. Вот это, наверное, самый лучший вариант. Ну, она такая, мне кажется. Самая стильная получилась. Я очень извиняюсь за всякие пятна, следы от малярного скотча, кляксы. Просто это очень старые рисунки. И где их только не носила. Они у меня и по разным папкам были, и в шкафу лежали. И одно время вообще за диваном валялись. Поэтому жизнь их помотала. Это вот все тоже примерно из той же стилистики. Только тут уже побольше каких-то акварельных элементов. Какие-то тут потеки, разводы. Как видите, это все фантазийные портреты. То есть это ниоткуда не срисовано. Это просто были мои фантазии. Я выдумывала всяких разных персонажей. Как видите, мне очень нравилось рисовать огромные глаза. Я, конечно же, делала это нарочно. Но потом мне это аукнулось, когда я поступила на первый курс. Начала рисовать реальных людей с реальными пропорциями. У меня всегда глаза получались больше, чем надо. Но на самом деле меня за это особо не ругали. И мне даже все время Врубеля в пример ставили. Говорили, что, вон, видишь, у Врубеля тоже вообще-то непропорционально большие глаза у портретов. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Пускай это будет твоей фишкой. Но, как показало время, моей фишкой ты не стала. Потому что теперь я рисую глаза меньше, чем они должны быть. О, как я. Молодец, Дарья. Из крайности в крайность. Далее работа примерно тех же времен. И она странная, потому что подобных работ у меня мало. Нарисованных плотными красками в то время. А это, я так понимаю, гуашь. Акрилом я тогда еще не рисовала. Ну, видимо, мне захотелось какого-то объема. Видимо, надоела мне прозрачная краска. Поэтому вот такой вот портрет синеволосой какой-то русалочки, очевидно. Просто гуашью. И, кстати, кроме гуаши ничего тут не вижу. Удивительно. То есть, здесь все мелкие детали просто черной гуашью, тоникой кистью сделанные. Я явно не добавляла сюда ничего. Ни карандашей, ни маркеров, ни ручек. Что удивительно. Вы же знаете. Мне только дай смешать какие-нибудь материалы. И вот началась черная полоса в моем творчестве. Потому что более уродских рисунков из всех своих старых я не припомню. Максимально убогие рисунки исключительно карандашом. В сратые выражения лиц. В общем, если честно, я даже не хочу особо это долго обсуждать. Вы сами все видите. Поэтому поехали дальше. Я не знаю, что меня сподвигло создавать этого Франкенштейна. Без попутал. Портрет Юли. Ляньки на этот подбород. Тут тоже смешанная техника. Я тут вижу и краски какие-то, кажись, тоже гуашь. И, значит, шариковые ручки. И кирандаши. И маркеры. В общем, все, что хотите, вы тут найдете. Милый мальчик с птычкой. Полностью гуашью. И удивительно, но в какой-то живописной технике. Я-то обычно все графично делаю. Но тут, видать, какое-то вот такое настроение. Было, видите, эксперименты. Посмотрите на эти стили. Ощущение, что рисовали абсолютно разные люди. Вот у меня когда спрашивают, как ты нашла свой стиль только вот так. Только пробовать что-то новое. Экспериментировать по-другому никак. Так, ну это уже один из самых поздних. Незаконченный. Это Королевишна Злая из Белая Снежка и Охотник. Рисовала его, когда мне лет, наверное, как раз таки 16 было. Наверное, как раз таки и вышла первая часть. В общем, вдохновилась, стала рисовать. Но что-то мне, видимо, не понравилось. И я решила бросить. Зря. У него такая красивая корона. Мне же захотелось сейчас ее дорисовать. Все полностью карандашами, кроме ресничек. Тут явно ручка. Какой-то милый пацан. С прической, как гнездо. И там сидит голодь. Карандаш. Маркеры. Гуашь. Опять гуашь и маркеры. И кусочек акрила. Гуашевая Харли Квинн в лайтиксах, в маске, с помпонами. Все как положено. Комиксной каноничности, очевидно. С криповой улыбкой. А вы говорите, я не умею улыбающихся персонажей рисовать. А это тогда что? А можно как бы менее грандиозный пафосный формат? Аж в кадр не вмещается. Какая-то очередная придуманная мною женщина-киборг. Мне никогда она не нравилась. Но я помню, что на моей еще не популярной страничке ВКонтакте, куда я публиковала свои рисунки, она пользовалась популярностью. Она собрала, я помню, что-то до хрена лайков. Я такая, ого. И, в общем, многим она почему-то нравилась. Не знаю почему, мне собой она не нравилась никогда вообще. Кстати, в целом, мне нравится ее характер. То, какой она придумана. И в плане цвета, и в плане формы. Может мне ее перерисовать на новый лад? Что думаете? Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я перерисовала эту старую работу и снова вдохнула в этого персонажа какую-то жизнь. Далее начались мои задротские времена. И я начала смотреть сериалы в огромных количествах. Одним из таких сериалов, наилюбимейших, был Волчонок. И это, собственно, Лидия Мартин, которую я рисовала, наверное, раз шесть. Только здесь еще будут ее портреты. А где-то там их валяется еще тонна. Мне просто тогда казалось, что актриса невероятно красивая. Это мне, в принципе, и до сих пор так кажется. Это сухая пастель. И у меня даже где-то на канале лежит старинный спидпейн с нею. Или не лежит. Возможно, я его скрыла. Кто знает. Но тут явно прокол с прозрачностью. Что-то я переборщила, и она получилась какая-то такая призрачная на фоне голубой бумаги. Но в целом уже неплохо. Уже это ближе к тому, что я рисую сейчас. А не вот то, что-то странное и чужеродное. А можно лицо попроще? В сраты Трандуил. Я помню, что я выложила этот арт в Твиттер. И актер, играющий Трандуила, Ли Пейс, репостнул себе этот артик к себе в Фейсбук. Я просто чуть не умерла. Серьезно. Я проснулась в один день с звездой. Это было просто прекрасное чувство. У меня потом было еще много подобных приятностей. И с звездами, и с блогерами. Но тогда это, по-моему, было первый раз, когда кто-то из знаменитостей меня заметил. И я просто чуть не сошла с ума от радости. А потом я выложила этот рисунок в паблик фанатский. И все его засрали. И сказали, что он неимоверно конченый. Ну, шо ж теперь поделаешь. Зато Ли Пейс его себе репостнул. Понятно вам. Гипсовая голова каким-то образом сюда попала. Я не планировала показывать свои студенческие работы. Еще одна Лидия Мартин. Красавица. Мне очень нравится этот портрет. Он тоже уже такой поздний. Я его рисовала, наверное, в свои лет 17, я так думаю. На этих двух портретах моя подруженция Тома. Бедные несчастные подклеивались по спорту. Надо бы их, наверное, заменить. Потому что мне нравятся эти портреты. Я, конечно же, вижу кучу недочетов. Но что-то в них есть. Они мне всегда нравились. И на тот момент, когда я их рисовала. И даже сейчас они мне до сих пор нравятся. Что-то в них есть. Хоть, опять же, и нарисовано не в моей привычной манере. Как-то уж слишком живописно. Но все равно они такие живенькие. Мне кажется, очень приятный на вид. И опять фанартики. Лидия Мартин. Стайл Стелинский по волчонку. Стайл класс, если ты тоже старикан и шиперил стидию когда-то в древности. Ну или стерек. Это мы тоже приветствуем. В общем, такие вот рисунки рисовались в мой подростковый период. Конечно же, это не все. Я думаю, что я еще пару таких же стопочек найду. Если хорошо покопаюсь и поищу. Если вам нравится что-то подобное, я могу снять еще подобное видео. Опять же, я думаю, это будет интересно и новичкам, которые не видели даже этих работ. А если вы олдфак и вы видели какую-то часть этих работ, я думаю, что я найду еще настолько древние работы, которых вы уж точно нигде не видели. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Если вам интересно, я обязательно сниму вторую часть. Напишите в комментариях, какая работа вам понравилась и почему. Может быть, она вас чем-то зацепила. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение насчет своих старых пырисулек. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети. Особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.